Всем привет! На дворе сегодня 31 декабря и я решил приготовить в этот замечательный день, последний день уходящего года, который был не очень, или скажем так, не совсем простым, но тем не менее, все в моей семье живы-здоровы, чего я вам желаю. И сегодня я решил приготовить для моих близких один очень старый немецкий рецепт. Что самое интересное, что об этом рецепте из всех немцев коренных, которые родились здесь, никто никогда не слышал об этом блюде. Это блюдо я помню из своего детства, когда его готовила бабушка. То есть, когда забивали свинью, то в этот день, как правило, варилась колбаса и делалось блюдо под названием штрули. Именно так его и называли штрули. Не штрудли, а штрули. Казалось бы, очень простое, незамысловатое блюдо, но тем не менее, я запомнил его на всю жизнь, несмотря на то, что тогда я был очень маленьким, скажем так, мне было лет 6, может быть 7 максимум. По традиции, количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете на моем канале под видео. А для этого замечательного немецкого блюда мне понадобится дрожжевое тесто, для которого мне понадобится мука пшеничная, соль, сахар, сухие дрожжи и бульон. Какой бульон вы возьмете, это ваше личное дело. Вы можете взять также для теста просто воду, вы можете взять молоко вместо воды, вы можете взять воду и молоко в одинаковых пропорциях, как ваше душе угодно. В качестве гарнира у меня будет картофель, а в качестве овощей квашеная капуста. Квашеную капусту я буду делать с яблоками. Также понадобится растительное масло, бекон, утинжир, если у вас есть гусины, вполне подойдет, если нет ни того, ни другого, остановитесь просто на растительном масле. Понадобится тмин, его я добавлю в капусту уже ближе к ее приготовлению, чтобы вкус остался. Если вы не любите, то уберите его из вашего рациона. Тмин можно заменить также на семена фенхеля. Также мне понадобится бульон, но это не обязательное условие, просто он у меня есть. Или добавьте просто воду, это для тушения капусты. В качестве специй добавим сразу, я добавлю в бульон 3 лавровых листа, 2 гвоздики с десяток можжевовых ягод, которые я предварительно раздавил, и 5 штучек душистого перца. Все это дело я отправлю сразу на плиту, скипячу, какое-то время поварю и отборышу сквозь сито. И в этом бульоне я буду тушить квашеную капусту. Бекон я крупно порежу и обжарю на сковородке. Да, совсем забыл о виновнике. Значит, помимо кислой капусты и картофеля, естественно, нам понадобится мясо, мясо свиное. Я купил небольшие рульки молодых поросят. В общей сложности я взял 4 штуки. Вчера вечером я сварил соляной отвар 2,5 литра, в который я добавил 2 литра 425 мл воды, 75 граммов соли. То есть это количество соли, это 3% солевой раствор. Точнее, на каждые 970 мл жидкости я добавил 30 граммов соли. В итоге получился 1 литр. Из специй я добавил можжевеловые ягоды, лавровый лист, гвоздику, душистый перец, семена горчицы. Все это я какое-то время поварил. Бульон остудил и залил им рульки. И оставил на ночь просаливаться. Прежде чем добавить бекон к капусте, я его обжарю. То есть избавлюсь от излишков жира. Так, мой бульон со специями варится. Его я позже добавлю в капусту. Так, ну здесь пока все жарится, я приступаю к приготовлению теста. Оно у нас должно еще подойти. Дрожжевое тесто для этого блюда готовится очень легко, очень просто, очень быстро. Значит, 500 граммов муки я просеиваю через сито. Добавляю 2 чайные ложки сахара. Одну чайную ложки соли без горки. 7 граммов дрожжей сухих. Все это перемешиваю и добавляю бульон. У вас, если нет бульона, вы добавляете воду, либо молоко, либо и воду, и молоко вместе. На ваше усмотрение. Да, и добавлю буквально столовую ложку растительного масла. Смазываю тесто растительным маслом, накрываю пленкой и оставляю на полтора часа в теплом месте, чтобы оно в у меня хорошо подошло. Бекон мой обжарился, я его отправляю в капусту. Я его специально нарезал крупно, чтобы, мало ли, если кто-то не любит его, чтобы он мог его спокойненько взять и удалить. Мой бульон со специями выварился, то есть специи выварились в бульоне, и я отправляю все это дело через сито в капусте. Чем этот метод хорош, вам не придется в дальнейшем выковыривать все это из капусты. Добавлю сюда пару ложек утиного жира, накрою крышкой, вскипячу и дам буквально 15 минут на медленно могли повариться. Для чего я это делаю? Чтобы понять, какое количество соли в данный момент находится в капусте, чтобы нам ее просто не пересолить, так как в самом беконе очень много соли. Обратите на это очень серьезное внимание. Так, ну вот моя капуста потушилась буквально 15 минут. Теперь я попробую мой рассол или бульон на количество соли. Сейчас именно тот момент, когда нужно придать капусте вкус. Сейчас я добавил еще немного сахара, так как капуста была у меня немного кисловата, и все, меня в данный момент все уже устраивает. И я отправляю рульку тушиться дальше. Имейте в виду, что жидкость у вас уварится, а соль останется. Не забывайте об этом. Накрываем крышкой и тушим до готовности нашей рульки. К тому времени наша капуста тоже приготовится. Яблоки пока не добавляем, еще рано. Да, что еще хотел добавить. В дальнейшем я картофель и сами штрули буду готовить вот в таких вот противнях от мантоварки. Они прекрасно подходят к этой кастрюле. Если у вас нету мантоварки, то особо не заморачивайтесь. Самое главное, чтобы у вас была большая вместительная кастрюля. Если вы будете готовить в кастрюле, то обязательно обратите внимание на то, чтобы картофель вы приготовили до полуготовности заранее. Так как картофель в кислой среде, погруженный в сыром виде, будет у вас дубовым. Имейте это в виду, чтобы у вас не случилась такая проблема. Иначе вы будете готовить тогда ваше блюдо до скончания века, пока картофель не размягчится. Но так вроде бы все. Тушим капусту, тушим рульку. Все специи у нас почти внутри. Остался только тмин и остались яблоки. Но для них еще рановато. Так, друзья мои, ну тесто мое подошло. Сейчас мы его будем вымешивать. Присыплю немного мукой. При вымешивании теста добавляем муки ровно столько, чтобы тесто перестало липнуть к вам, к рукам. Так, делю тесто на четыре части. Смазываю тесто растительным маслом. Так, и раскатываю его скалкой. Смазываю еще растительным маслом. И закручиваю его. Так, ну и тесто нарезаю примерно по длине по 5 сантиметров. Предварительно смазанные маслом форму отправляю в мои штрудели. Вот примерно на таком расстоянии друг от друга. Сантиметра по три друг от друга. Так, ну и следующую порцию. Смазываем растительным маслом. И закручиваем. Так, ну вот у нас один противень готов. Мы приступаем к заполнению следующего. Так, ну штруль у меня готова. Теперь я чищу картофель. Посыпаю специями и все отправляю на плиту. Ну а теперь я приступаю к яблокам. Кожицу я с яблок очищаю полностью. Так, яблоко разрезаю пополам. Вырезаю сердцевинку. Еще раз пополам. И крупно нарезаю. И отправляю яблоки к капусте. И также в этот же момент я добавляю тмин. Так, очищенный картофель. Я добавляю немного масла. Специи по вашему вкусу. И немного соли. Все это перемешиваю. И также отправляю в противень. Сверху я укладываю мои штрудели. И все это перемещается у меня на плиту. Так, картофель я отправляю вниз. Если что-то будет с него капать. Масло, крахмал, чтобы он весь оставался в капусте. И сверху два противня со штрулями. Накрываю крышкой. Включаю температуру так, чтобы бульон у меня хорошо кипел. И с этого момента время для дальнейшего приготовления составляет 40 минут. Имейте ввиду, вода должна хорошо кипеть. Так, ну что еще хотел добавить. Касаемо бульона, который я сегодня применял. Он у меня остался от приготовления рульки. Как готовится рулька, вы также можете посмотреть на моем канале. Ссылку я оставлю. В прошлый раз я приготовил рульку с мягкой кожицей. В этот раз с хрустящей. И внутри она мягкая. То есть входит как по маслу. Аккуратненько пальчиком. Чтоб не было ни у кого сомнений. Ммм, фантастика. Ну вот, по истечению 40 минут штрули у меня готовы. Вот так вот они выглядят. Так, рулька. И картошель. Вот так выглядит моя скромная тарелка на Новый год. В принципе, ничего сложного. Что я хотел еще добавить? Единственное, что если у вас нет мантоварки, то вы можете сделать, в принципе, в большой кастрюле. Шестилитровой кастрюле будет вполне достаточно. Еще маленькое уточнение. Я добавил бульона, когда тушил капусту, 1 литр. Этого количества многовато. То есть будет достаточно 500 миллилитров. Ну а так, в принципе, все. Это было последнее видео на моем канале уходящего года. И мне хочется поблагодарить всех, кто поддерживал меня. И тех, кто не поддерживал. Всем, кому моя скреплянья нравится. И тем, кому она не нравится. И пожелать вам всем хорошего, крепкого здоровья. И чтобы все у вас было хорошо. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго. И увидимся в Новом году. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok